Теоретическая борьба по вопросу контрреволюции в СССР Проводит занятие кандидат экономических наук Галко Виктор Иванович Здравствуйте дорогие товарищи Вопрос, который мы будем сегодня обсуждать Начинался достаточно спокойно, как теоретически Шло обсуждения, так скажем, в определенных кругах И вот на определенном этапе он приобрел необычайную остроту И что обнаружилось? Ну когда стороны стали искать свои аргументы дополнительные В обосновании своей позиции выяснилось Что они опускались все глубже и глубже До самых основ марксизма-ленинизма, исторического материализма Оказалось, что позиции эти противоположные То есть в рамках вроде одной коммунистической Коммунистического движения Вот на противоположных позициях Что-то здесь не так, поэтому давайте сегодня Сделаем попытку разобраться Значит, когда произошла контрреволюция Контрреволюционный переворот в СССР Вот у нас две известные позиции Первая позиция, что контрреволюция Контрреволюционный переворот Был осуществлен в 1961 году На 22 съезде КПСС После него начался переходный период От коммунизма к капитализму Который завершился в начале 90-х годов Этот вывод был обоснован Михаилом Васильевичем Поповым Вы его хорошо знаете Доктор философских наук Один из крупнейших теоретиков марксизма-ленинизма Современных Президент фонда Рабочей Академии И этот вывод был им сделан не на голом месте Вот так вот посидел, подумал и выдал на гора Такой вывод Он покоится на обоснованной Михаилом Васильевичем Системе противоречия развития и движения социализма Как первой фазы коммунизма Но я сегодня не буду повторять Вы можете ознакомиться с трудом Михаила Васильевича Пожалуйста, его книги есть в библиотеках На сайтах наших Пожалуйста, кто не может некогда читать Можете послушать его лекцию Совсем недавно была опубликована на Ютьюбе Размещено его выступление Контрреволюционный переворот Системы противоречия развития социализма И контрреволюции в СССР Мы будем касаться Вот этих противоречий Ровно в той мере, в какой это нам необходимо Чтобы Рассматривать Этот вопрос Это первое Второе О чем идет речь То есть речь идет о контрреволюции Много есть здесь определений, понятий Могут не касаться Копираться на то, которое дано в историческом материализме Это контрреволюционный переворот Который связан Тем, что один класс Сменяет другого Причем если Передовой класс Скажем так Отодвигает от власти Агрессивный класс Речь идет о революции Обратный процесс Это контрреволюционный переворот Хотя На сегодня Я когда готовился к лекции Познакомился с тем Что Дается В партиях В теории Называется Коммунистическое Чего там только нет И мы с этим в конце Познакомимся Разберем Вот второе Поэтому Давайте Такое небольшое вступление Давайте Пойдем Итак Вот система противоречия О чем идет речь Мы рассматриваем Социализм Его движение В основе Источник самодвижения Любого Явления в природе И в обществе Это конечно противоречие Вот Михаил Васильевич Обосновал систему противоречия В основе которой Лежит основное противоречие Как самое Простое Самое абстрактное В котором заражены Все остальные Противоречия Но раз есть противоречия Есть Противоположные стороны То есть борьба противоположных сторон Соответственно Противоположные тенденции И борьба этих тенденций И результат этой борьбы И вот первый важный вывод Что Движение социализма Как низшие фазы коммунизма К полному коммунизму Не идет таким образом Что автоматически Вот само по себе Мы здесь сидим Кто-то читает лекции Кто-то слушает А вот все вперед идет Нет Идет через Ожесточенную борьбу Между тем А между основами коммунизма И противоречия Основной противоречия Это Между Противоречия коммунистической природы Социализма И Отрицанием Этой коммунистической природы В нем самом Связанным с выхождением Из старого общества И вот первое Что бросается в глаза Что было сделано Еще на 22-м Съезде И кстати до него Когда Для всего нашего общества Для рабочего класса Было сказано Социализм Построен полностью И окончательно Ну полностью Наверное можно В известном мире Согласиться Поскольку Полностью Значит закончился Переходный период И был построен Социализм А вот окончательно Подразумевалось Что всякая борьба Завершена Раз борьба завершена Можно сложить руки И сказать ждать Когда наступит Вот это общество Полного коммунизма Хотя на самом деле Идет борьба Вот этих Противоположных тенденций Если одна тенденция Прекращает бороться То другая же Не прекращает И происходит Обратный процесс Вот эта негативная тенденция Которая связана С выхождением Социализма Из предыдущего Строя Капитализма Она начинает Брать вверх И вот наша задача Определить Вот этот водораздел Когда Есть социализм Есть социализм Есть непосредственно Общественное производство Есть диктатура Пролетариата И она борется С теми отрицаниями Которые сидят Внутри социализма С теми Негативные тенденции И то положение Когда вот эти Негативные тенденции Вот как бы Осуществлен переворот И они становятся целы И получается наоборот Идет движение Назад капитализма И уже коммунистические Начало Уже пытаются Противостоять Этой основной тенденции Итак Значит То есть вот это Основное противоречие Социализма Оно наиболее Абстрактное Наиболее бедное Оно содержит в себе Другие Более развернутые Более конкретные Мы рассмотрим Одно только Центральное противоречие Противоречие Бесклассовой природы Социализма И Еще Сохраняющимся Остатками Классовых различий Не уничтоженными До конца Так вот По линии Позитивной тенденции Движение К полному коммунизму Бесклассовому обществу Оно разрешается Разрешается Борьбой Рабочего класса Под руководством Своего авангарда Коммунистической партии За Приоритет Общественных интересов Ну то есть За Уничтожение Полное уничтожение Классов И вот здесь вы видите По формулировке Вот здесь и появляется Диктатура пролетариата Руководящая роль Рабочего класса И борьба Вот так сказать Ее руководящая роль До полной победы Кому не заведу Полного уничтожения Классов То есть получается Что Вот В этой борьбе Центральное место Такое стержневое место Занимает Коммунистическая партия Как авангард Рабочего класса Поэтому мы с него И начнем С этого Момента Начнем Рассматривать вопрос Что произошло На 22 съезде В 1961 году А то что Из программы КПСС Были выкинуты ряд Положений Какие положения Ну мы знаем Что Есть такие Фундаментальные Положения Которые характеризуют Коммунистическую партию Как именно Коммунистическую И первое Я думаю Все В этом зале Знают и понимают Это положение Диктатуре пролетариата Это тот оселок На котором Проявляются Коммунисты Коммунисты Было даже сделано Обоснование Якобы Обоснование В кавычках Было сформулировано Что диктатура пролетариата Выполнила Свою историческую роль К началу 60-х Годов И государство Стало Не государством Диктатуры пролетариата А неким Общенародным Государством Хотя мы знаем Все основные Положения Ленинизма Что Либо диктатура Пролетариата Либо диктатура Буржуазии Поэтому Если вы посмотрите Конституции Буржуазные государства Программы Буржуазных партий Вот у них Как раз и присутствует Эта формировка Там государства Народные Социальные Общенародные И так далее То есть Таким образом Первое Положение В программе Партии Коммунистической КПСС Вявляющейся Правящей Было выкинуто Одно из коренных Положений Вместо него Включено Положение Об общенародном Государстве Которое Есть из прикрытия Диктатуры Буржуазии Это первое Второе Вот обращаясь К разрешению Противоречия Которому я Говорил Коммунистическая партия По своему определению По своему понятию Это что такое Это авангард Рабочего класса Что было сделано На 22 съезде А было заявлено Что коммунистическая партия Уже перестала быть Авангардом Рабочего класса А стала Партией Всего Народа То есть опять Появляется Некая Общенародная Ширма То есть Вот этот Классовый Характер Партии Как авангарда Класса Был Выкинут Ну вот Два положения Касаемые Диктатуры Пролетариата И Коммунистической партии Ну как мы знаем Государство Партия Это сфера Политической Надстройки А Общественно Экономическая Формация Любая Характеризуется Единством Надстройки И базиса То есть Вот Что касается Сферы Надстройки Все там В корне Поменяли Ну естественно Не забыли И базис Тоже было Сделано Два Коренных Пересмотра Первая Была изменена Цель Социалистического Производства Вот Действующая На тот момент До 22 съезда Вторая программа Партии Формулировала Цель Социалистического Производства Формулирована Была Следующим образом Это Обеспечение Полного Благосостояния И всестороннее Свободное Развитие Всех Членов Общества Вот Я прошу Обратить Внимание На вторую Часть Этой Формулировки И на чему Можно сказать Цель Это Уничтожение Классов Что Было Сделано Вот Эту Формулировку Обкарнали Таким Образом Что Оставили Только Удетворение Материальных И культурных Потребностей Советского Народа Вообще Строго Говоря Капитализм Тоже Форма Развития Производительных Сил Внудовлетворяет Потребности Народа То есть Я хочу Сказать Что Таким Обкарнав Цель Социалистического Производства Образом Самое Главное Что Связано С Движением Полному Коммунизму И Скажем Построением Бесклассов Общества Ликвидации Всех Классовых Различий Она Вполне Может Ужиться В программе Любой Буржуазной Партии Пожалуйста Можете Сейчас Зайти На сайт Например Единой России У тебя Зашел И посмотрел Так Она В такой Формулировке И присутствует Правда Там Есть Новомодные Термины Цель Это Повышение Качества Жизни Но Потом Когда Смотришь Читаешь Дальше Расшифровку Что Подразумевается Буржуазная Партия Правящая У нас В России Единая Россия Там Присутствует Повышение Благосостояния Народа И Пошло Поехало Достойная Зарплата Чтобы Можно Было Удовлетворять Материальные Культурные Потребности И Доступное Образование И Социальное Обеспечение И Повышение Пенсии И Прочее Прочее То есть Еще раз Повторяю Значит На 22 съезде Цель Социалистического Производства Это Базисное Уже Явление Обкарнали Таким Образовом Оставив Только То Что Вполне Приемлемо Для Программы Любой Буржуазной Партия Это Третье Четвертое Включили Такое Положение Я Цитирую О Необходимости В коммунистическом Строительстве Необходимо Полностью Использовать Товарно-денежные Отношения В соответствии С новым Содержанием Присущим Им В период Социализма Вот такая Мудреная Формулировка Вот так Все Напутано Как в клубок Вот сейчас Нам придется Достаточно Много времени Потратить Чтобы Распорт Потому что На первый взгляд Кажется Ну что здесь такого Да Доварно-денежные Отношения Новое Содержание Мы строим Коммунизм Давайте их Используем Первое Значит Что такое Товарно-денежные Отношения Не Маркс Не Энгельс Не Ленин Не употребляли Такую тему Они говорили Четко Товарное Производство Почему Вот решили В программе Партии Не сказать Так Как говорили Классики Марксизма Ленин Товарное Производство А вот Изобрели Некие Товарно-денежные Отношения А потому Что между Товарным Производством И капиталистическим Производством Сразу Видна Непосредственная Связь Что такое Капиталистическое Производство Понятие Это Лишь ступень Развития Товарного Производства Когда Рабочая Сила Становится Товарное Производство То есть Если Сказать Товарное Производство То Следующий Шаг Это Будет Капитализм Капиталистическое Производство Вот Ленин Который Прямо Такие Научные Строгие Мысли Обвлекался В яркую Форму Так Писал Что Товарное Производство Ежечасно Ежеминутно Рождает Капитализм То есть Вот это Мы видим Попытку Внедрить Программу Коммунистической Партии Вот идею О том Чтобы в базисе Базис экономических Отношений Фундаментально Было Товарное Производство Второе Вот писали Некое Новое Содержание Присущее Товарно-денежным Отношениям В период Социализм Ну понятно Наверное Те кто Писали Про эту Программу Пытались Протолкнуть Думали Как Будешь Так Запрятать Закамуфлировать Поэтому Решили Таким Образом Если Будет Кто-то Возмущаться Говорить Ну как же Так Товарное Производство Социализма Не положено Коммунистическому Производству Присуще Непосредственно Общественное Производство А здесь Товарное Производство Так Это Товарное Производство Оказалось Очень Просто Бери Основные Категории Понятия Товарного Производства Прилагательный Социалистический Книг Стать И Все Делал Шляпе Прибыль Это Не та Прибыль Плохая Которая Источником Которого Труд Наемных Рабочих Это Наша Родная Хорошая Социалистическая Прибыль И Цены Не те Дурные Которые Растут Это Наши Социалистические Ценности Вот Что Сделали И Третье Вот Обратите Внимание В начале В коммунистическом Строительстве Необходимо Использовать Товарно-денежные Отношения Вот Тоже Вот Такой Поворот Смотрите Что Было Сформулировано В программе Это Была Программа Якобы Строительства Коммунизма В 61 Году Хотя Я думаю Все В зале Понимают Это Горется Факт Жизни Что Коммунизм У нас Был Построен В середине 30-х Годов Коммунизм Ну То есть В первой Фазе Социализм И дальше Пошло Развитие Коммунизма Социализма На собственной Коммунистической Основе Перерастание Низшей Фазы Высшей А здесь Другое Дело Выкинули И сказали Вот Наша Звезда Выкинул Там Далеко Это Коммунизм Который Будет Только Строить А Переходный Период От капитализма К коммунизму Вот тогда Присутствуют Полноценные Товарные Отношения Там есть Капиталистический Уклад Есть Мелкотоварный Уклад Действует Закон стоимости Основной Закон капитализма И прочее Прочее И вообще Ну Наверное В известной Степени Можно сказать Что в Коммунистическом Строительстве Надо использовать Эти отношения Например Был Государственный Капиталистический Уклад Это Что такое Это капиталисты Которые Работали Под контролем Под присмотром Государства Диктатуры Пролетариата То есть С одной стороны Вроде это правильно Но Примерить Так К 61 Году Это конечно Неверно Это грубая ошибка То есть Вот Что получается То есть Таким образом Таким образом Хитрым Напутанным Дакамуфлированным Путем В базе С программой Партии Скажем так Наряду с целью Внедрили В отношении Базисных Коммунистических Отношений Отношения Противоположные К коммунистическому Производству Непосредственно Общество Вот Четыре На мой взгляд Таких Коренных Пунктов А теперь Давайте Подведем Некоторый Промежуточный Итог Значит Программе КПСС На 22 Съезде Были Подвергнуты Коренному Пересмотру Фундаментальные Положения Характеризующие Как Коммунистическое А что Является Противоположным Коммунистическим Либо Буржуазным Либо Мелкобуржуазным Ну а мелкобуржуазным Оно Ежечасно Ежеминутно Рождает капитализм Значит Вывод Однозначно КПСС Стала Буржуазной Партией Вот Первый Вывод Который Он приводит Анализ Ситуации Которая Сложилась В конце Пятидесятых Начале Шестидесятых Годов На основе Рассмотрения Противоречий Развития Социализма Ну вот Если касаясь Тех Товарищей Тех Теоретиков Тех Партий Которые Отстаивают Положение О том Что контрреволюционный Переволок Совершился В девяносто Первом Году Вот Они Говорят Некоторые Из них Да Безусловно Программа КПСС Стала Ревизионистом Причем Безусловно Однозначно Но если Она Ревизионистская Ну сделай Следующий Шаг Если Ты Сказал А Скажи Б Вот Б Не Говорят Начинает Вот так Крутить И чтобы Сохранить Свою Позицию Что Контрреволюционный Переволок В шестьдесят Первом Году Произошел Там Коша Восемь Восемь В девяносто Первом Сразу Уходит И говорят Нет Никакого Движения Капитализма Не было Вот Я цитирую Была Диктатура Пролетариата Чтобы Не было Записано В программе КПСС Ну как Это так Дорогие Товарищи Ну что Программа Партии Программа КПСС Это что Пустая бумажка Ну это Вообще Не то Не сё Программа КПСС Это Оснополагающий Документ Которым Руководствуется Партия И член Ее партии Своей Деятельности Если Она Стала Буржуазной Цель Обозначена Буржуазной То что Будут Делать Члены Партии Они Будут Выполнять Эту Программу Или Заниматься Антипартийной Деятельностью И поддерживать Коммунистическую Тенденцию Конечно Они будут Выполнять Программу Партии Возвращаемся Партия КПСС Вот Она была Стержена Всей системой И Прежде всего Государстве Государстве Депутатуры Пролетариат Ну По-простому Во всех Кабинетах В всех Министерствах Сидели Члены Партии И решили Политику Партии Если Программа Партии Партия Стала Буржуазной Ну Какую Политику Стали проводить Буржуазной Стали выполнять Программу Буржуазной Реставрации По сути дела То есть Произошло Перерождение Итого Партии Государства Сущность Государства Поменялась Поэтому Возвращаемся Скажем Михаил Васильевич Который Сделал Этот вывод Вполне Обоснованный Что Принятое 22 съездом КПСС В 61 Году Решение Об отказе В программе Партии От диктатуры Пролетариата Нарезу С отказом Считать Правившую Стране КПСС Партии Рабочего Класса Означало Что Произошел Политический Переворот Произошла Контрреволюция И государство В СССР Из государства Рабочего Класса Превратилось В свою Противоположность Государство Диктатуры Буржуазии Вот Это его статья В журнале Scientific Heritage 2019 год Вот Давайте немного Остановимся Еще Посмотрим К чему мы пришли Итак Произошло Перерождение Партии КПСС Которая стала Буржуазной И государство Которое превратилось В государство Диктатуры Буржуазии И партия Государства Мы с этого Начинали Это Элементы Или составные части Сферы политической Надстройки Формации А есть Базисные отношения Экономические И что Делает Теперь Государство Диктатуры Буржуазии По отношению Еще Остаткам Коммунистического Базиса Она выступает Как орудием Как дубинкой Для того Чтобы уничтожить Непосредственно Общественное Коммунистическое Производство И провести Реставрацию Капитализма Вот Начался Переходный Период А это Переходный Период Это изменение В базисе Экономической Которое Продлится 30 лет И первым Таким Сильнейшим Ударом Была Экономическая Так называемая Экономическая Реформа 1965 Года Давайте Мы на ней Остановимся Чтобы разобраться То есть Прошло Сколько Четыре Года После переворота В 1961 Году И вот Врянула Экономическая Реформа А это Повторяю Отношения Базисные Фундаментальные Основательные Вернемся К основным Положениям Марксизма Итак Коммунизм Это Противоположность Капитализму Для капитализма Характерно Товарное Производство Значит Коммунизму Характерно Непосредственно Общественное Производство О котором Маркс писал Что это Форма Производства Диаметрально Противоположная Товарному Ну Противоположность И так Диаметральна Но Маркс Видимо Для усиления Написал Диаметрально Противоположную Значит Каким Было Производство К 61 Году То есть Коммунизм Был Социализм И Производство В экономике Непосредственно Общественное Ну вот я Должен Немного Скажем Здесь Остановиться Чтобы Понятно И в теоретическом Плане И в практическом Как происходил Этот процесс Значит Товарное Производство На чем Базируется На основном Экономическом Законе Законе Стоимости Что Такой Стоимость Ну Откроем Капитал Посмотрим Это Затрата Абтрактного Труда Вот нас Интересует Момент Это затраты Труда Давайте Запомним Это На чем Базируется Непосредственно Общественное Производство Ну если Противоположная Деаметральная Противоположность Значит Она не может Базироваться На стоимости Противоположной Стоимостью Является Потребительная Стоимость Противоположным Затратом Труда Является Экономия Труда Значит Вот на чем Стоит Непосредственно Общественное Производство Ну это Теоретическая Составляющая А как Это на практике Как это На практике Должна быть Система Методов Экономического Управления Которые бы Адекватно Отражали Вот эту Теоретическую Составляющую Именно Потребительную Стоимость И затраты Труда Вот эта Система Была создана Она была Создана В переходный Период В конце Двадцатых Годов Ну давайте Вспомним Немного Историю Вот в семнадцатом Году Значит Двадцать пятого Октября Совершилась Революция Рабочий Класс Установил Дептатуру Пролетариата А в экономике А в экономике Чуть был Капитализм И как Долго Он продолжался В восемнадцатом Году Была Осуществлена Национализация Основных То есть Рабочий Класс Взял Командные Высоты В экономике Так это Называлось В истории Ну взял Командные Высоты В экономике Вот выгнали С этого Завода Капитариста Поставили Нового Директора Представителя Государства Диктатуры Пролетариата Так что У нас Коммунистическое Производство Образовалось Я в порядке Постановки Вопроса И дискуссии Да нет Еще и И чтобы Образовалось Непосредственно Общественное Коммунистическое Производство Вот эти Все предприятия Национализированные Во-первых Должны быть Объединены Общегосударственным Планом И во-вторых Должна быть Сознана Адекватная Непосредственно Общественной Природи Система Методов Управления Всех Сверхудонезов И это Было сделано Только К концу 20-х Годов То есть А именно В 28-м Году В чем В тяжелейшей Острейшей Борьбе С оппозицией Во главе С Труцким То есть Большинство Центрального Комитета В главе Со Сталиным Вот Скоро В дискуссиях Нашли Выработали Вот эти Методы И ключевой Здесь является Это Снижение Себестоимости На основе Роста Производительности Труда Ну давайте Вот положим На чашу Листов Вот какая Цель капиталения Получение Прибыли На поверхности Зачем Гонится Капиталист За прибыль А что Такой Прибыль Давайте Раскрутим Обратно Ну даю Вам Определение Прибыли Которые В капитале Прибыль Это превращенная Форма Прибавочной Стоимости Ну выступающая Как порождение Всего капитала Нас Интересует Эта форма Прибавочной Стоимости А что Прибавочной Стоимости Это часть Стоимости Создаваемой Трудом Рабочих То есть Прибыль Для капиталиста Прибыль А для рабочих Это Уголь Это затрата Его труда А вот Снижение Снижение Себестоимости Это Как раз Адекватная Хозяйственная Оценка И Основной Показатель Который Отражает Непосредственно Общественную Природу И вообще Нашу цель Движение Бесклассного Общества Вот Ставится Задача Сокращения Рабочего Дня Вот Она Стоялась Престолизм Как одна Из основных Но чтобы Всестороннее Развитие Было Что нужно Иметь Свободное Время Как оно Получается Надо Сокращать Рабочее Рабочее Римя На основе Чего Сокращать Снижать Себестоимость На основе Роста Производительности Труда Значит Вот эта Система Была создана Она была Создана В конце 20-х Годов И функционировала Ровно до 65-го Года И в 65-м Году Ее Обрушили То есть Уже В экономике Совершили Коренной Переворот Поэтому Суть Реформы 65-го Года Сводится Следующим Вот Показатель Себестоимость Все это Выкинули Из Главных Показателей Из Фонда Образующих И вместо Них В числе Главных Показателей Вели Показатели Прибыли И рентабельности Ну а Рентабельность Это Один Разновидностей Показателей Прибыли То есть В экономике На самом деле Не какие-то Небольшие Ошибочки Были Сделаны В 65-м Году Отступление А был Совершен Коренной Переворот То есть По сути Дело Поменяли Вот эту Основу Непосредственно Товарность Как отрицательный Момент Непосредственно Общественного Производства Его сделали Выпятили Его сделали Как бы Основным И главным А уже Непосредственно Общественно Стало Таким Отрицанием Тем самым Были Распахнуты Двери Для Капиталистической Реставрации А дальше Уже Что называется Дело Техники То есть В середине 80-х Году Были Приняты Законы Которые Позволили Функционировать Мелкотоварному Производству Капиталистическому Производству И закончилось Свою Приватизацией Начало 90-х Годов Когда Уже Появились Отдельные Личности Ну а Некоторые Продолжают Критики Говорить Да никакого Движения Капитализма Эти 30 лет Не будут Вот Сидели Ждали Только В 91-м Году В каком-то Чуть раньше Чуть позже Свершилась Контрреволюция Значит Давайте Остановимся На ряде Вопросов Которые Вызвали Большую Дискуссию Может Какое-то Недопонимание Значит Первый Вопрос Если Свершился Свершился Контрреволюционный Перевар И Стала Диктатура Буржуазии То Сразу Напрашивается А где Буржуазия И вот Некоторые Товарищи Ходят С обслухой С микроскопом И вот Выискивали В 61-м Году Буржуазию Не находят И говорят Нет Буржуазии Значит Ваш Уют Неправил Ну Вот Мне иногда Смешно Бывает Я вспоминаю Детство То есть Мое представление Скажем Детском Капиталист Это Вот Как Стихотворение Маршака Мистер Твистер Бывший Министр Дальше По тексту Владелец Заводов Газет Пароходов Не помню Хорошо Иллюстрации Такой Представительный Господин С известным Авторитетом О фраке Обязательно Сигары Так вот Хоть с лукой Хоть с микроскопом Еще в 61-м году Таких не найдешь Но Если Некоторые товарищи Опираются только на Своем Понимании Таких сложных Процессов Стихотворения Пускай Известны Но это же Несерьезно Мы должны Опираться на науку Вот скажем Классики Дали ответ На этот вопрос Они обозначили В каком направлении Идти Вот Фридрих Эмбельс В Анти Дюринге Это классическое Произведение Марсизма Обосновал Положение О совокупном Капитальности Это буржуазное Государство Буржуазное Государство Вот он писал О том что Вообще Государство Это элемент Надстройки Современное Государство Каким бы ни Была его форма Есть по своей Сути Капиталистическая Машина Государство Капиталиста Идеальный Совокупный Капиталист Чем больше Производительных сил Возьмет оно В свою собственность Тем полнее Будет его Превращение В совокупного Капиталиста Вот пожалуйста Ответ Государство Диктатуры Буржуазии В 61 году Вот оно Создалося Функцию Стало выступать Совокупным Капиталистом По отношению К экономике И обществу А уже потом Когда завершился Переходный Период Часть Этой собственности Находящейся В руках Совокупного Капиталиста Была отдана В частные руки Индивидуальных Капиталистов Ну если мы Посмотрим Статистику По России Она Разная Кто Называет Что доля Государства Буржуазного Государства Сегодня 33% Кто 70% Кто 50% Остальная Остальная Часть Передана В руки Индивидуальных Капиталистов Второй вопрос Пытаются критиковать Это говорят Что Ну не может быть При социализме В этот период После установления Диктатуры Буржуазии Единой монополии Причем опираются На Ленина Но Ленин Анализировал Движение Капитализма Империализма Он писал Да Вот как оно идет Вот масса Индивидуальных Капиталистов Они конкурируют Между собой Побивают друг друга Вырастают Монополии Там тоже идет Конкуренция И все дело Тенденция движется К единой монополии Но она не придет При капитализме Произойдет взрыв Произойдет Социалистическая Революция И вот товарищи По аналогии Пытаются Закономерности Развития капитализма Перенести на социализм Ну хотя Проще-то Мы должны Сходить из чего Из того что есть А есть Что социализм Построенный В середине Тридцатых годов То есть Единая монополия Направленная На службу Или на нужды Всего общества И вот В результате Контрреволюционного Переворота Вот уруляет Единые монополии Вы стали Контрреволюционеры Если по простому Говорить И к чему Приступили К разрушению Превращению Вот Частное производство Капиталистическое На это ушло Как говорится Тридцать лет Значит Мы близимся К концу Значит Вот я посмотрел Что говорят Утверждают Те кто стоит На той позиции Что контрреволюционный Переворот Был Где-то так В конце 80-х Начале 80-х Годов Вот я почитал Прямо Восхитился В известной степени В кавычках В ревизоре Есть такой Герой Клистаков Который говорил Легкость мысли У меня Необыкновенная Ну вот Здесь Сто очков Вперед дадут Клистаков Ну давайте Начнем Вот берем КПРФ По названию Парты Коммунистической Вот они Пишут Что Перерожденцы Имеется ввиду Перерожденцы КПСС В августе Декабре 1991 года Осуществили Контрреволюционный Переворот Ну что Как сейчас Принято говорить Я вас услышал Да Прочитали И вроде как Ну да Можно принять Такую позицию Но дальше Они же на этом Не заканчивают Пишут дальше Значит Они упоминают Крова Октябрь 1993 года Расстрел Из танковых Орудий Дома Советов В Москве И разгон Съезда Народных Депутатов И вот дальше Обращаю Ваше внимание Эти события Послужили Прологом К созданию Буржуазного Государства Вот у меня Сразу вопрос Значит Если они говорят Что В 91 году Был Осуществлен Контрреволюционный Переворот Контрреволюция Значит Произошла смена Класса Вместо Диктатуры Пролетариата По идее Стала Диктатура Буржуазии Но вторым Своим Предложением Они Сказать Нет Не было Диктатуры Буржуазии Более того Даже В 93 году Расстрел Белого дома Это только Пролог Создания Государства Буржуазии Мы даже Не знаем Я не нашел Когда она была Создана Тогда Тогда что Что произошло В 91 Году Ну кроме Контрреволюции Контрреволюционного Переворота Есть такое понятие Государственный Переворот Вот мы сейчас Все смотрим Телевизор Интернет И видим Что То в одной Стране Буржуазии То в другой Осуществляется Государственный Переворот Но это же Не революция Их называют Революцией Но это неправильно Это государственный Переворот Одна Часть Буржуазии Сместила Другую Поставила Свою Ставленника Так Это если Логически Рассуждать Исследовать Мысли Которые Выражают КПРС В своей Программе Что Государство Диктатуру Буржуазии Было Сознан Где-то После 93 Года Тогда В 91 Году Был Государственный Переворот И Сохранялась Выходит Диктатура Пролетариата Значит Выходит Один Вождь Диктатуры Пролетариата Ельцин Снестил Другого Вождя Диктатуры Пролетариата Горбачева Так Получается Вы улыбаетесь Но получается Это так Ерунда Значит Программа УКП Есть такая Объединенная Коммунистическая Партия Вот они По срокам Так же Написали Но формировочка Несколько Другая Значит В 1991 Году В результате Государственного Переворота К власти Пришли силы Ставшие На путь Реставрация Капитализма Запятая Путем Государственного Переворота 1993 Года Завершена Ликвидация Советской Власти Ну во первых Они здесь не говорят Что это Контрреволюция Говорят Государственный Переворот Ну их два Было Вообще Они молодцы Вот в этой партии Они считают За социализм Говорят Это неизбежно Это замечательно Все Но говорят На пути к социализму У нас будут ждать Три революции Вот дорогие товарищи Кто любит Совершать революции Пожалуйста Вот в эту партию Вам уготована Большая Долгая Счастливая Жизнь Три революции Ну это полная Какая-то Чепуха Хотя если разобраться Там я почитал Они скорее всего Сказали Для Для красного Солстца Что там Покрепче С трибуны Кто-то произнести Они говорят Будет политическая Революция Экономическая И морально-этическая Ну политическая Революция Совершенно правильно Как и говорит Максизм Ленин Ну что касается Экономической Революции Морально-этической Ну это полная Чепуха Наконец Есть еще Коммунистическая Партия Коммунисты России Вот у них другая позиция Они там и сроки Несколько сдвинули Но дело не в сроках Вот обратите внимание Что они пишут Стране постепенно К середине Восьмидесятых годов Подменили Диктатуру Пролетариата На диктатуру Партноменклатуру Которая Затем обменяла Власть На собственность Вот здесь Другая Приспиальная позиция Здесь не было Контррадиционного Переволюста А так Диктатура Пролетариата По их мнению Так потихонечу Гнила Гнила Самогнила И так это изгнила И самоликвидировалась Самоуничтожилась В середине Восьмидесятых годов Вот такая вот она Получается Диктатура Пролетариата Бесхребетная Безвольная Никакая Значит Подводим итог Вот позиция Которую Обосновал Михаил Васильевич Попов Рабочая партия России Я бы так Изобразил Вот это Верхушка Айсберга Мы говорим 1961 Это вот Видимая часть А есть Невидимое Обоснование Вот этот Вывод Покоится На Системе Развития Противоречия Социализма А он Выработан На основе Применения Творческого Применения Диалектики Материальному Предмету Производственным Отношением Социализм И плюс Правильное Использование Основных Понятий Категории Исторического Материализа Что касается Вот тех Рассмотренных Вывод В отношении Контралиционного Переворота Там 91 Года 85 То Вы сами Убедились Во-первых Никакого Обоснования Серьезного Нет Хотя мы Неоднократно С теми Товарищи С которыми Спорили В том числе Нашей партии Бывшим нашим Товарищем Говорили Ну вы представьте Систему Свою систему Развития Противоречия Социализма Нам-то чего Пускай представят Мы посмотрим Послушаем Может она будет лучше Мы скажем Вы правы Но они не представили Поэтому такие шатания Колебания Когда он говорит Одну Правильную мысль Да Программа Ревизионистская Безусловно А второй не говорит Перескакивает На другую мысль И все успешно Ну и конечно Используем Основных категорий Исторического материализма Вот я вам сейчас Привел пример Но это никуда не годится Спасибо В итоге Ответь на вопрос Есть и есть Спасибо Виктор Иванович Да Вопросы поступили Пожалуйста Так В 30-х годах Между какими классами Шла борьба Если по-вашему Существовал Один класс Рабочий класс За которым шло Крестянство И трудящийся И антагонистическими Классами Это класс капиталистов И класс Мелкой гуржуазии Вот после того Как был построен Социализм Уже антагонистических Классов нет И борьба И борьба идет И борьба идет Не между классами Я сказал Вот это противоречие Сформулировал Противоречие между Бесклассовой природой Социализма И еще Сохраняющимися Остатками Не уничтоженными Остатками Классовых различий Поэтому шла борьба Вот такая Вы считаете Что изменив программу Можно Выиграть классовую борьбу Или изменение программы Только следствие Изменения Соотношения Классовых сил Нет Выиграть классовую борьбу Нельзя Проиграть можно Проиграть можно Или изменение программы Только следствие Изменения Соотношения Классовых сил Вот этот вопрос Который я опустил Из-за нехватки времени Понятно В известной степени, поэтому и последовал ваш вопрос, конечно, это не из бухты-барахты. Вот так приехали 5 тысяч человек или 4 тысячи делегатов съезда и вдруг проголосовали. Некоторые пытаются иронизировать. Приехали члены коммунистической партии, уехали члены буржуазной партии. Ну да, получилось так. То есть контрреволюционный переворот, конечно, имел подготовку. И об этом говорят. Тут недавно статья Александра Сергеевича Казенова. Пожалуйста, можете... Это главное вообще, на самом деле. Потому что как раз принято Владу. Будет возможность выступить. Об этом говорил Михаил Васильевич и Александр Сергеевич написал. И понятное дело, я что могу здесь добавить или сказать? Конечно, была подготовка во всех отношениях. Экономическая, политическая, теоретическая подготовка. Вот возьмем, скажем, 20-й съезд. 1956 год. Вот известная личность, такой Александр Яковлев. Слышанная, да? Бывший член политбюро ЦК КПСС. Ярый антикоммунист. Вот он написал книжку, свои воспоминания, где пишет о том, как все это готовилось. Вот, послушайте, после 20-го съезда в сверхузском кругу своих ближайших друзей и единомышленников, вот обратите внимание, когда это началось, да? После 20-го съезда партии, когда началась трава уже Сталина и наступление на сталинизм. Сталинизм, это что, по их мнению, на ленинизм фактически наступали и против Ленина. И, во-вторых, обратите внимание, кругу единомышленников, то есть он был не один. То есть эта группа, и это сознательно, которую вели капитализм. Большая часть, наверное, бессознательность. Так вот, мы часто обсуждали проблемы, избрали простой, как кувалда, метод. А именно, разработали следующий план. Значит, ударить по Сталину и по сталинизму. Ну, ударили-то по Сталину, по кому ударили на самом деле? По ленинизму. И вот, смотрите, советский тоталитарный режим, ну, это термин. Яковлева, так сказать, буржуазный, полагета. Можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма. Оглядываясь назад, могу бородой сказать, что вот эта весьма простая тактика сработала. То есть, конечно, подготовка была. Ну, вот приехали пять тысяч человек. Понятное дело, что они были подобраны. И до этого, говорит, несколько этапов. Там разогнали сталинские кадры, перетисовали, партийные органы, сельскохозяйственные, промышленные и так далее. Но также в головах была, говорит, проведена соответствующая обработка. В первые эти годы, где-то в 56-м году, вышел учебник марксидма-ленинизма. Учебник политической экономии. Поэтому все вот эти антикоммунистические идеи, которые вошли в программу партии в 61-м году, они уже там были. Более там, скажем, в программе партии уже побоялись написать, использовать закон стоимости. Потому что закон стоимости – это основной закон капитализма. Вот напрямую так не написали, а вот так вот, в завалеренном виде. А в учебнике это написано. Более того, еще один известный деятель, антикоммунист, Михаил Суслов, это главный идеолог КПСС. Он с трибуны 20-го съезда в 56-м году заявил, я цитирую по стенографическому отчету, экономисты плохо изучают действия закона стоимости в социалистическом хозяйстве. Но если один из руководителей партии, с трибуны съезда говорит, вот чем будут заниматься экономисты, изучать и внедрять. Вот получается, там 4 года, это через 9 лет внедрили в экономику. Социализм – основной закон капитализма. Все на него. Еще один вопрос. М.Э. Попов вступал в коммунистическую партию. По названию в коммунистическую партию, по сути. Он был реакционер? Что? Он был реакционер? Нет. Он был тот человек, который... А я отвечаю, в буржуазной партии ввел антипартийную деятельность. А в буржуазной партии антипартийное действие – это значит коммунистическая деятельность. Вопросы? У Цурайкина была... На коммунистической привыборной программы. Вот слово не накупали. В буржуазной партии. Как его партия называется? Или он ушел со сцены со своей левой группой до 2024 года? Так вот, я говорю по тому вопросу, о котором мы обсуждали. Насколько я понимаю, это политическая партия коммунистической России. И вот их позиция по диктатуре, по контррадиционным приворотам я вам озвучил. Все, наверное. Вопросы закончились? Виктор Аркадьевич, только не записался. Виктор Иванович, поблагодарим, да? Потому что тема, она, как бы сказать, очень непростая, очень глубокая. Для товарища она еще очень болезненная. Ну, в связи с тем периодом, который переживает сейчас рабочая партия, да? Нам все понятно. В программе РКРП у нас записаны вполне определенные вещи. Значит, там отмечены и 20-й съезд, и 61-й год, и, так сказать, накопление негативных тенденций. И завершение контрреволюционного переворота у нас в 91-м году обозначено. И пока мы оснований, как я понимаю, для пересмотра своих программных положений не видим, не имеем. А за идущей дискуссией следим, так сказать, и внимательно, и с любопытством. Ну, и сочувствуем где-то. Что бы я хотел отметить у всех нас? Первое, что никогда мы не должны с вами забывать, что мы, Советский Союз, это первый опыт практического осуществления диктатуры пролетариата, построения социализма, да? Ну, на длительном периоде. Значит, 70 лет продержалось, это не хухры-мухры. Какие свершения за спиной, какие достижения, какое влияние на весь мир, что это оказывалось. И ошибок, конечно, мы, наверное, наделали, будь здоров, сколько, ничего. Но и опыта набрались ума для будущих строителей социализма в нашей стране или в других странах нисколько не меньше. Поэтому, когда мы вот разбираем, что ли, эти этапы, ошибки, оценки даем, или оценочные суждения, как сейчас любят выдавать наши друзья-демократы, я призываю всех, так сказать, спокойнее, хладнокровнее, может быть, даже ироничнее к себе самим. Потому что от того, что громче крикнешь или резче врежешь кому-то от микрофона, она суть-то ведь не изменится. И посмотреть, значит, на некоторые вещи, или в первую очередь их отметить, которые мы, а, одинаково понимаем, и, б, что, мне кажется, очень важно заметить, что мы к этим вещам пришли еще во времена КПСС, когда мы боролись с Горбачевым, Горбачевщиной, курсом на рынок. Ну, с многими здесь присутствующих в рамках движения коммунистической инициативы, да, тогда. И к таким вещам относится, вот, прежде всего, наше общее понимание к продолжению классовой борьбы при социализме. Вот это очень важно, так сказать, отметить, что это, значит, продолжение борьбы не с, так сказать, просто с недобитыми буржуями там где-то, или не просто с негодяями, которые там пробрались. Это борьба тенденций постоянно пролетарской и мелкобуржуазной. Борьба во всех сферах, экономической, политической, культурной, в умах, в сознании, в голове каждого человека, что мы все отмечали, и большая заслуга того же Михаила Васильевича, который, значит, примеры приводит там, и это действительно так оно, и это не открытие наше там, и Ленин нам описывал и завещал, что мы совершили величайший политический переворот. И теперь перед нами стоит гигантская задача – подкрепить этот переворот большущий, кропотливый, повседневный, тяжелый, нудный работой по налаживанию жизни, хозяйства и так далее. При этом подчеркивал, что один из главнейших врагов и самый серьезный противник – это вот элементы мелкобуржуазности, которые живут в массах, привычке, в истории, в культуре и прочее. Когда себе, свое, за счет других, куда-то там. Вот смысл-то в чем речь идет. Отсюда перекидываем мостик, мы, что вот в борьбе этих тенденций, конечно, были поворотные какие-то моменты, когда, значит, одна тенденция брала вверх или вторая, соответственно, движение поступательное было или начиналось торможение или откат, были очень важные моменты, которые мы в большинстве своем тоже оцениваем одинаково. Значит, все мы признаем и говорим, что действительно, так сказать, особого внимания заслуживает. Отказ от формирования Советов по производственному признаку, да? Это очень существенный момент. Дальше мы идем, значит, 20-й съезд, 22-й съезд, отказ от диктатуры пролетариата в теоретическом положении, там. Мы одинаково оцениваем, как, значит, перевес негативных тенденций экономического реформа, домов, значит, 65-го года курс на рынок, движение. Я уж не говорю про последующие, там, перестроечные дела, плюрализмы и прочее, прочее. Но при всем при этом, значит, ну, наверное, мы не, как бы сказать, не упрощенцы, не примитивистцы так думают, что если вычеркнули строчку, так сказать, где-то, да, то сразу сущность изменилась. То, что касается, в том числе, о диктатуре пролетариата. Значит, символ, как приводил Виктор Иванович, премьер, пришли коммунистами, вышли, так сказать, членами капиталистических. Нет, такого не бывает. И так упрощенно, что ли, оценивать нельзя или не стоит, потому что разбираться нам надо и тем коммунистам. Но сегодня, что кроме самого названия диктатура пролетариата, за этим же кроется сущность какая-то. Какие функции она должна выполнять, эта диктатура пролетариата? В каких формах она может осуществляться? И мы вместе говорили, что и не только советы, и диктатура партии может выполнять на определенных этапах, и диктатура вождя может, ну и примеры были. Владимир Ильич писал, что и другие формы может выработать практика, так сказать, международного движения и других стран, или еще где-то. Такие вот как бы упрощенные оценки, они ведь бывали, и те же наши немецкие товарищи, вон из МЛПГ, они тоже считают, что с такого-то года, там, 61-го, социумпериализм, и никакая Советский Союз не социалистическая страна, и вся ваша даже интернациональная помощь, там, в той же Кубе, это чуть ли не агрессия, так сказать, социумпериализма, и экспансия в мировом масштабе, или куда-то, где-то. И действительно, если так подходить, то получается, что и мы с Михаил Васильевичем вступали не в коммунистическую партию, а куда-то, так. Поэтому я думаю, что это все-таки, вот с моей точки зрения, это неправильно. Накопление тенденций негативных шло, количество накапливалось, безусловно, так. И многое другое, но вот на чем я особо хотел остановиться, что не надо упрощенно понимать, мне так думается, что убирали из программы вот эти тезисы диктатуры пролетариата, и вставляли общенародное государство или прочее, заведомо враги, которые там имели целью в конечном итоге реставрировать, так сказать, частную собственность, класс буржуазии легализовать. Нет, это во многом тоже шло от того, что перестали относиться как к науке, не понимали от упрощенчества, желания и головокружения от успехов. Подъем в обществе, войну только что такое одолели, главного хищника раздавили в логове там, да? Значит, красный флаг над рейстагом. У нас своих буржуев уже нет, мы все единый советский народ. Вот оно откуда шло, понимаешь, это так вот. И вот такие эти самые немарксистские элементы, бывшие троцкисты и прочие, к забеганиям вперед, типа Никита Сергеевича ему подбивающего, вот и вычеркили, вот устанавливали, вот и занимались новотворчеством, где-то чего-то куда-то по этим делам. И те, которые дальше шли, я имею в виду в области экономики или прочее, тоже не враги засланные. Это те, которые с 20-х годов между собой перетягивали канат. Одни товарники, другие, так сказать, непосредственно общественное производство и движение вперед. Как чего? Перевешивать стали, когда, значит, грамотных марксистов, там, типа Сталина и прочее, стало меньше, и они, так сказать, развивались, и кое-что получалось, и общее движение вроде показывало. Смотри, благосостояние растет, смотреть, проценты, рост, Ивалды, и действительно жизнь, лучше жизнь веселей, так сказать. Хрущевки переехали из коммунала там и прочее пошли. А что ты думал? А люди радовались, знаешь, как радовались. Да, получали. Это большое дело. Хочу не надо так, как самое, говорить. И тот же классовый характер КПСС. Ведь и на словах, и на деле пытались, и получалось что-то. Все-таки было написано, что КПСС авангардная партия, ее, так сказать, рабочий класс, прежде всего, основа. Те же нормы приема. Три рабочих, так сказать, и только потом, смотрите, что ПТР. А партийное собрание на заводе в цеху. Там как производственное совещание. Там и самого начальника нахрен пошлют и прочее, прочее. Как, чего, что у нас с работой, с расценками, с планом, с заготовками. Я уже не говорю, что и общая жизнь. И наш дом, и наш завод, и наш конерлагерь, и наша команда футбольная, и наш стадион. Поэтому, значит, нельзя заниматься упрощенчеством. И это, я так думаю, что неправильно в этих делах. А с точки зрения того, что сегодня кое-кто приводит примеры, и мы знаем, да, тот же Горбачев. Целью моей жизни было уничтожение коммунизма. Да хвостовство, да врёт под лед. Это приспособленец, который сегодня пытается из себя сделать героя, что ли, такого, знаешь, этого, засунного, значит, который, да. И тот же, вот я привожу Цепко, Александр. Ну, многие знают. Был такой аппаратчик КПССный. Вот он где-то чистосердечно как-то высказался, записал. Что поначалу, в начале перестройки нам казалось, что всё просто, что мы вернёмся к ортодоксальному марксисту, и на марксизму и наладим всё это дело. А через какое-то время мы пришли к выводу, что мы и марксистами-то не были. Сами. Понимаешь? То есть ещё и ещё раз, значит, мы... Вот вы вот в общий из сегодняшней беседы, я думаю, должны сделать, что надо относиться к марксизму как к науке, прежде всего, да. И не доводить, в том числе, значит, наши споры до того, что ярлыки клеить, значит, и упрощать это дело до такой степени, а в том числе, я думаю, и метод сделения, он тоже вряд ли к чему-то, так сказать, приведёт. Значит, день на море Чегота. А почему, я думаю, что всё-таки правильно 91-й год считать, ну, как бы сказать, официально свершившимся контрреволюционным переворотом, потому что открыты были дальше провозглашены цели, что у нас капитализм, красный флаг спущен, соответственно, так сказать, курс назван и изменён. И более того, мы ведь вместе, в том числе вместе с Михаилом Васильевичем, вели борьбу на том же 28-м съезде партии с тем, что, чёрт с ним, может быть, партия уйдёт и в оппозицию сейчас. Но надо сохранить её коммунистический характер и не вести под красным знаменем капитализм. В этом была сущность нашей борьбы в те годы, да, до этого дела. Вот, я думаю, такая картина, и, по крайней мере, мы в РКРП сейчас основные моменты своей программы в этом отношении менять не собираемся. Всё, Валентин, спасибо, прошу за этот год. Дорогие товарищи, я расскажу коротко. Конечно, и 30 лет назад были одни мысли, а сейчас другие. Вот эта истина добывается, вообще по крупицам, конечно. Гениальными людьми мы её осознаём и понимаем. Вот я скажу так. Вот, не дай бог, как говорится, это повторится, вот эта история. Если бы мы оказались в этом месте. То вот утверждать, что в 1991 году произошла контрреволюция, значит, опять всё прошло по непроливам. Вот такие вот дела. Спасибо за внимание. Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо всем, кто выступил и задавал вопросы. Тема следующего занятия – «Обыкновенный фашизм и его современные формы». Проводит занятие первая секретарь Ротфронта Виктор Аркадьевич Тюкин. Отвращаемся к встрече четверг. Да, приглашаю. Продолжение следует...